Всем привет! Существует ряд причин, по которым вам может понадобиться записывать звонки на телефоне. Лично я это делаю на всякий случай. Уже много лет и несколько раз меня это действительно выручало. Простой пример. Однажды я смог прослушать разговор с другом, который описал, как проехать в определенное место, чтобы не заблудиться. Я в то время был в лесу. Позвонить другу еще раз уже не было возможности, так как я оказался вне зоны доступа сети. А так я прослушал и доехал до пункта назначения. Но конечно бывают и более серьезные ситуации. Поэтому запись звонков может быть полезной во многих жизненных ситуациях. И сегодня я расскажу вам, как записывать звонки на телефонах Android и iOS. А в конце еще затронем вопрос законности таких записей. Обязательно. Поехали! Начнем с телефонов на Android. Поскольку у производителей смартфонов поверх стандартного Android ставят еще собственные надстройки, которые расширяют функционал операционной системы, у различных брендов разные функции. Вот и не удивляйтесь, что например у Xiaomi есть нативное решение для записи звонков, а у Samsung нет. Но сначала о Xiaomi. Тут все максимально просто. Когда вы совершаете вызов, то можете нажать эту иконку записи на экране звонка и все будет сделано. После этого в истории вызова вжмете на нужного абонента и раскроется проигрыватель, который позволит прослушать запись, поделиться ей или же удалить. В настройках приложения телефон вы можете установить период удаления записи. 7, 14, 30 дней или никогда. А установить автоматическую запись всех звонков, чтобы вручную не включать нельзя. Важный нюанс, когда во время вызова вы нажимаете запись, то телефон произносит фразу «начата запись вызова», которую слышат оба абонента. Поэтому скорее всего вам такой вариант не понравится. Тем не менее попробуйте, потому что на старых моделях стоит запись без уведомлений. Но мы посмотрим иные варианты, которые также помогут в том случае, если у смартфона нет родных инструментов записи разговоров. Рассмотрим уже на примере смартфона Samsung. Опять же, в некоторых регионах Samsung позволяет записывать звонки, но на нашем рынке этой функции нет. Поэтому позовем на помощь сторонние приложения из магазина Google Play, которые будут записывать разговор не с линии, а с динамиков. То есть, грубо говоря, на телефоне просто включается диктофон. И чем громче говорит собеседник, тем лучше его будет слышно. Для надежности можно и вовсе перейти на громкую связь, тогда слышно будет еще лучше. Хотя и без этого на самом деле все нормально. Даже если перейдете на шепот, все будет слышно. Если собеседник не в шумном месте, конечно. Рассмотрим одно из самых популярных таких приложений под названием Call Masters. Устанавливаем приложение и самое главное, выдаем ему все необходимые разрешения. Следующим шагом нужно разрешить приложению отображать свое окно поверх других приложений. И также разрешить ему управление телефоном. Готово! Все аналогичные приложения потребуют таких же шагов, иначе работать не будут. Так что деваться некогда. Внутри у нас довольно приятный и понятный интерфейс. На первом экране журнал вызовов, на втором контакты, на третьем черный список и далее самое интересное. Настройки. Первое и главное, что нас интересует, это настройки записи вызовов. Заходим в этот раздел, тут вы можете настроить качество записи, выбрав между низким, средним и высоким. Интересно, кто-нибудь вообще ставит низкое качество? Ниже можно настроить автоматическую запись вызова, то есть все вызовы будут автоматически записаны. Есть также возможность записи вручную, это когда при вызове вы увидите на экране плавающий виджет записи и нажмете кнопку записи. Из дополнительных настроек записи есть увеличение громкости, выбор формата mp3 или wav и, наконец, источник звука. Методом проб я выбрал voice communication, это одновременная запись аудио с микрофона телефона и с линии. По идее, запись с линии телефон не разрешает, поэтому другие опции должны быть бесполезны, но вы обязательно поэкспериментируйте и выберите лучший для себя вариант. Возвращаемся в настройки. Здесь есть еще один важнейший раздел управления памятью для записи, где вы можете установить лимиты хранилища на хранение файлов записи. На этом, в принципе, все. Когда вы будете звонить или когда звонят вам, сверху окна вызова будет отображаться этот виджет приложения, его трогать не нужно, просто отвечайте на звонок и он будет записываться. Чтобы его прослушать, открываем приложение на экране журнала вызовов и слушаем все, что вам нужно. По идее, эти приложения также должны уметь записывать звонки по интернету через WhatsApp, Telegram или Skype, однако лично у меня ни на Samsung, ни на Xiaomi они не записываются. В интернете пишут, что это вопрос совместимости устройств, то есть у вас вполне может работать запись интернет звонков. Отмечу, что одно и то же приложение может по-разному записываться на разных девайсах, поэтому вы можете попробовать несколько разных и остановиться на самом лучшем для конкретного вашего телефона. Также я очень рекомендую периодически проверять, что ваше приложение действительно записывает звонки, потому что в какой-то момент оно может делать это неправильно, особенно после каких-либо обновлений операционной системы. В таком случае, возможно, потребуется переустановить приложение или же найти новое. Они все, ну на данный момент, настраиваются и работают одинаково. Продолжаем раскрывать тему сегодняшнего выпуска и переходим к возможностям записи вызовов на операционной системе от Apple iOS. Как известно, это более закрытая система, чем Android. Apple жестко блокирует доступ третьих лиц к микрофонам своих продуктов, поэтому приложениям для записи звонков под iOS приходится по сути создавать своего рода конференцию, то есть подключать к вашему разговору третью линию, которая будет записывать ваш разговор, после чего пришлет вам файл записи. Таких приложений на самом деле огромное количество и все они работают по одной и той же схеме, так что найти их вам не составит труда. Просто переходите в App Store, вбивайте Call Recording или Запись Разговоров и магазин выдаст вам огромный список таких приложений. Достаточно отсортировать список по рейтингу и выбрать самое популярное из них. Следующий способ это Jailbreak. На мой взгляд это самый бесполезный способ, который в конечном итоге приведет к достаточному количеству проблем. Но если вам очень прям необходимо, вы на свой страх и риск можете к нему прибегнуть. Если кто не знает, вкратце Jailbreak это своего рода взлом заблокированных компаний скрытых функций iOS. То есть после этого способа, вероятно, ваш смартфон не будет приводен для ремонта в сервисных центрах и станет в дальнейшем кирпичом. Ну а разблокировав iOS, вы уже можете со сторонних репозиториев поставить приложения для записи звонков, коих довольно много. Не рекомендую этот способ, но для тех, кто понимает, что делает, подойдет. Третий способ достаточно простой и годится также для Android девайсов. В общем, если вы прикупили к своему айфону еще и Apple Watch, то тут все достаточно просто. Вы совершаете звонок к своему собеседнику, активируете громкую связь и включаете на своих часах диктофон. Конечно, вместо смарт-часов можно воспользоваться диктофоном на любом другом устройстве, вроде телефона, еще одного или ноутбука. Также существует экзотический способ записи с помощью сторонних гаджетов. Есть специальные гарнитуры, подключаемые по Lightning или Bluetooth, которые пропускают через себя выходной и входной сигналы и являются своего рода записывающей гарнитурой. Ну, по-моему, уж проще тогда на диктофон записывать. И, наконец, способ, который, возможно, самый оптимальный для пользователей iOS, но он также подойдет и для пользователей Android. Я говорю об услугах операторов мобильной сети. Например, у Мегафона есть приложение Emotion, доступное в App Store и Google Play. Установив приложение и зарегистрировавшись в нем с помощью своего номера телефона, вы сможете совершать через него звонки и записывать их как вручную, вот на экране вызова есть кнопка записи, так и в автоматическом режиме, включив соответствующую опцию в настройках. Секрет заключается в том, что приложение использует технологию SIP-телефонии по схеме клиент-сервер, кодируя аналоговый сигнал в цифровой, то есть вам нужен интернет, либо мобильный, либо Wi-Fi, неважно. И, совершая звонок, вы попадаете на сервер Мегафона, который перенаправляет вас уже к нужному вам абоненту. Он, в свою очередь, не видит никакой разницы, так как вы определяетесь с него обычным номером. В общем-то, тут, на самом деле, никакой революции, это обычная IP-телефония, но главное, что нас интересует, это возможность записывать звонки, и она тут есть. Прослушать звонки можно через главный экран с журналом вызовов, жмем на этот восклицательный знак, и, пожалуйста, список записей к вашим услугам. Если мы активируем прием входящих звонков через Emotion, то, соответственно, вы будете видеть входящий звонок через приложение, и, опять же, сможете записать входящий разговор. У МТС есть похожее решение, приложение Connect, оно также использует IP-телефонию. У Тинькофф Мобайл, так и вовсе, прямо в приложении оператора можно подключить бесплатную услугу записи звонков. Все входящие и исходящие вызовы будут записываться автоматически и храниться 180 дней. Ничего не нужно нигде нажимать, звонки пишутся со стандартного приложения телефона, это очень удобно. Прослушать записи или скачать можно через главный экран приложения, далее заходим в звонки и финансы. Запись качественная, обратите внимание, даже есть расшифровка разговора. Давайте также поговорим о законности аудиозаписи ваших звонков в Российской Федерации и последствиях, которым приведет неправильное использование этих данных. Итак, если записанный вами телефонный разговор касается бытовых вопросов, ну, например, вы обсуждаете что-либо с супругой касательно своего домашнего уюта, то вы имеете полное право хранить эти записи. Вы можете пользоваться этой информацией как записной книжкой для напоминания себе чего-либо, я так часто делаю. Да и в целом, любая запись звонка между двумя собеседниками не нарушает никаких законов, поскольку вы и собеседник знаете, о чем говорили. Для вас двоих это не тайна, поэтому и предупреждать своего собеседника о записи звонка совсем не обязательно. Однако, нельзя передавать эту запись третьим лицам без согласия вашего собеседника. Тем не менее, поскольку как минимум один из участников беседы, то бишь вы, даете согласие на распространение, если вы это делаете, то за это грозит лишь административная ответственность по статье 13.14 КОАП РФ и штраф от 500 до 1000 рублей. Но пострадавший также будет вправе еще требовать компенсацию за репутационный или любой другой ущерб, если он был. Кстати, служебные звонки или, например, разговор с представителем банка не относятся к категории личной тайны, так что вы можете давать их послушать кому-то еще. При этом, если вы будете записывать чужой разговор, например, поставите приложение на телефон своей супруге, для того, чтобы знать, с кем она там созванивалась, то это уже будет считаться нарушением права на личную тайну. И согласно статье 138 УК РФ грозит штрафом до 80 тысяч рублей. И тут уже содержание разговора абсолютно не важно. В общем, если записываете себя для своих личных целей, то никаких проблем. А вот что касается судебной практики, если, например, вы хотите защитить свои права, то ситуация неоднозначна. Где-то записи принимают в качестве доказательств, а где-то нет. Так что лучше на это не рассчитывать и все договоренности закреплять на бумаге. Что по итогу? Как видите, с записями телефонных разговоров на системах Android все достаточно просто. У вас для этого есть либо нативные средства, либо вы ставите приложение из Google Play. Ничего сложного. Хотя да, конечно, некоторые приложения могут записывать файлы низкого качества с посторонними шумами, но методом проб, я думаю, вы сможете найти оптимальное приложение для себя. С iOS немного сложнее. Apple запрещает доступ к микрофону с сторонним приложением. Тем не менее, варианты записывать звонки есть, хотя большинство из них нельзя назвать удобными. На мой взгляд, самое оптимальное решение – это воспользоваться услугами операторов, о которых я только что рассказал, ну или же купить себе Android смартфон. Друзья, если это видео оказалось вам полезным, то поддержите его лайком. Также не забывайте подписываться на канал CityLink и включать уведомления. Впереди много интересного. С вами был Гарри, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok